Здравствуйте друзья. Это небольшое видео посвящено Zigbee версии популярного реле Sonoff Basic. Многие энтузиасты умного дома наверняка либо сталкивались, либо используют устройства этого бренда, в том числе Wi-Fi версии этого реле. Тем более, что под него существует огромное количество разных альтернативных прошивок, а в Home Assistant его можно использовать и в стоковом варианте. А в начале этого года производитель наконец выпустил и Zigbee версию этого реле, о котором мы сегодня и поговорим. Модель Sonoff Basic DIY ZBR3. Максимальная мощность 10 А. Рабочее напряжение от 100 до 240 Вольт. Интерфейс Zigbee. Поставляется реле в стандартной для DIY-серии устройств Sonoff картонной коробки цвета морской волны. Аналогичной, кроме надписи внизу, коробки Wi-Fi версии. В комплекте, кроме самого реле небольшой буклет на семи языках, включая русский, отметка прохождения контроля качества и комплект крепежа для проводов. В буклете имеются схемы подключения, для работы реле требуется нулевая линия. Нагрузка управляется через фазовую линию. Ноль может браться из реле, либо использоваться отдельным подводом. Внешне реле ничем не отличается от Wi-Fi версии. Тот же белый корпус со скошенными краями, кнопка ручного управления, она же кнопка сброса. Интерфейсы являются ключевым отличием этих моделей. В герое обзора применен модуль от техас инструмент CC2530 с 256 килобайт постоянной и 8 килобайтами оперативной памяти. Здесь применена точно такая же винтовая контактная колодка для проводов, что и Wi-Fi версии. Силовые дорожки пропаяны, правда в моем экземпляре виден не до конца отмытый флюс. Нулевая линия сквозная, фазовая идет через реле. Провода зажимаются в контактную колодку и дополнительно фиксируются комплектной крепежной планкой, все вполне надежно. Устройство в сборе, теперь можно приступать к подключению. В качестве управляющей системы умным домом, я использую Home Assistant, а само подключение через ZigBee 2MQTT. Для удобства я использую еще один наддон, который называется ZigBee 2MQTT Assistant. Активируем режим добавления новых устройств и только после этого подаем питание на реле. После первого включения реле Sonoff переходит в режим сопряжения. И через несколько секунд новое устройство появится в общем списке. Оно состоит из двух сущностей, выключателя и сенсора уровня сигнала. Еще через некоторое время подтянется и картинка для реле. Как и другие ZigBee устройства со стационарным питанием, оно является роутером. За счет использования достаточно мощного модуля CC2530, реле поможет решить проблемы мест со слабым покрытием. Home Assistant интеграция автоматически пробрасывает устройство с теми же двумя сущностями. Здесь все довольно просто. Свич выполняющей команды включена и выключена. Управление реле может осуществляться вручную, коротким нажатием на его кнопку. Статус реле без задержек передается в управляющую систему через MQTT Topic. И естественно обратный процесс, передача команды через Topic на реле. Команды обрабатываются моментально. Недорогой реле от проверенного бренда. Можно применять в кейсах для управления по питанию без необходимости энергомониторинга. Кроме этого выполняет роль роутера на достаточно мощном ZigBee чипе. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и распродажи на товары по тематике умного дома, вы всегда можете увидеть в моем телеграм-канале. Ссылку ищите в описании. До свидания, до новых встреч!